Ух ты, как у него! Картинки вращаются! Да, ну это, собственно говоря, нарисованные утиральные и идеальные ликвидные системы. Ну, в этой части я расположил утиральную гомункулюс, вот этот двигательный, здесь мышечок видим, да, и на них, на самих этих картинках видно, что здесь в гомункулюсе мы видим кисти, да, видим рот, видим это, а здесь у нас практически нет, но вот оно, туловище наше, да. И здесь зоны, собственно говоря, спинном мозге, куда идут и как связаны, да, потому что латеральная, видите, она идёт и здесь эти зоны только латеральные, а здесь очень большая связь между нейронами. Вот показаны здесь зоны, которые лучше всего взаимосвязаны между собой в спинном мозге уже, да, это и вставочные нейроны, вот видно, что они идут к идеальным частям, да, к латеральным нет. Ну, и вот этот слайд, здесь этот рисунок показывает, как распределяются мотонейроны уже, что вот те, которые идут к туловищу, они также по центру располагаются, видите, вот в этих местах, а которые идут к конечностям, они вот утирально располагаются. Поэтому название идеальное утиральное, собственно говоря, от расположения. Вся релевантная морфология представлена ещё. Ну, да. Спасибо. Вот этот слайд показывает, как работают мотонейроны, которые связаны с двигательными, с мышечными волокнами, образуют двигательные единицы. То есть, самые нейроны отличаются, те, которые регулируют форму, и те, которые регулируют быстрые и сильные движения. Те, которые регулируют формы, они, сами нейрончики меньше, считается, что именно это обуславливает их более раннюю деполяризацию, и, собственно говоря, более раннюю активацию. То есть, не только мышечные волокна, но и нейроны. Да, это единая система, мотонейрон вместе с мышечным волокном. То есть, и мышечная другая, и нейроны другие. Один нейрон обеспечивает в глазу 4-9 мышечных волокон, а на туловище сотню. Они распределены, они не в одном месте кучкой, а они вот так между собой переплетены. Ну, это показано схемой, как они увлекаются, начиная от волокон, которые форму определяют, к скорости, затем силы. А вот это, то, что мы с вами видели, собственно говоря, да, ну, понятно, что сетевое, аффилентное поле какое-то активировали сетевым образом. Тут уж совсем сколиоз. Да, сколиоз, как раз я для этой цели здесь отрисонечка поставил, да. Вот, видите, один какой-то вход аффилентный, одним вставочным нейроном не только по поперечнику спинного мозга, но и по длиннику активирует целые группы мышечных волокон. Таким образом у нас работают кинематические цепи. Бернштейн. Бернштейн, да, ломкость и движение у него целая книга есть. Да, вот, собственно говоря. Понятно, база понятна. В общем-то, да, это применение в мануальной терапии. Да, мы продиагностировали, выполнили упражнение в каком-то месте и затем мы это, значит, увидели. Ну, здесь вы видите разные уже варианты использования. Почему сколиоз? Потому что он изучен. Понятно, что мышцы, которые вот здесь вот рядом со спинным мозгом, со спозвоночником, как они работают. Изучен электронермиографически, другими способами. Вот, видите, это исследование разными способами. Вот так выглядит. Фрикционный тест по Адамсу, классический ортопедический тест. Это фрикционный тест по Саморукову. И здесь видно его корреляция с исследованием электронермиографическим. То есть совпадение в работе. Ну, в общем-то, сейчас я... Это применение фрикционного теста в больнице, когда используют магнитотерапию. То есть для выбора локализации, где это надо использовать. Ну, и для контроля, собственно говоря, после этого. В общем, инструментов уже много. Да, в общем, он используется. Здесь вот этот слайд показывает нам при корсете и при использовании корсета шилом. Ну, мы видим асимметрию. Ну, и на следующем... Да, на следующем слайде мы видим, что лямки затянули. И используются более... Здесь, вы видите, в поликлинике доктор подбирает по степени жесткости стельки, обувь снутри, снаружи жестче. Ну, вы видите другие еще элементы, фиксаторы на ноги. То есть сколиоз надо лечить подбором, оказывается, стельек? В том числе. В том числе, конечно. И с зубами и языком как-то там. Да. К нему. К нему, конечно. Зубы, как обычно, держатся, а язык к нему – это норма. А зубы так не надо все время. Ну, в виде тренировки, чтобы на зубы ставиться, язык к нему – в виде тренировки. А, в общем-то, очень часто сжимают коренные зубы. Не надо этого делать. А потому что вот так вот, если встанешь, ты зафиксировал, как бы это вот осознаваемо ты почувствовал, как это должно быть, да? Да. В виде тренировки это применяется, но это не будет долго работать, если вы находитесь в обстановке афферентации, которая будет активировать вас в принятии другой позы. Угу. Знаете? Это… Вольно здесь очень мало будет принимать участие к тому, как… Угу. Ну, понятно. По крайней мере, я поняла, да, что нужно как можно чаще язык к нему, да, вот, тренировать это. Как можно чаще, чтобы было… В Индокитае, в современной стоматологии, да, это известные вещи. Я просто не хочу их популяризировать, потому что это должно знаться, ну, широко. В Индокитае это больше широко знают, в Австралии знают, в Европе и России тоже начинают знать. Угу. Я же занимаюсь, понимаете, я занимаюсь нейронами, я занимаюсь, вот, реальными движениями, которые происходят. А соционика-то это же психология? Филинциальная. Да. Ну, вы знаете, основательница… Вы взяли от соционики что? Основательница Ауша-Биспроянчета так ее не называла. Ну, ну, непонятно, соционика я ее называла. Но вы взяли оттуда что, вот, из своего? Значит, знаете, ну, я познакомился с соционикой в 92-м году, когда у меня практически всегда вопросов. решаловались. Я, ну, старости курса, на некоторые, там, исполнял обязанности, там, был старостный курс, и надо было реформировать, значит, старость курса у нас, что пришла, а вот, замуж вышла, ушла, потому что сама группа училась, а вот, ну, и ко мне просто обратились, был уже старший, вот, что надо реформировать группы. Ну, подробить большее количество, это обычная история, вот. Я читал разные журналы научные, вот, и там до того уже знаком был. О, отличный инструмент как раз, я же читал до того, чтобы… Разробить группы так, чтобы было всем хорошо. Так, чтобы, ну, хоть как-то это было по какому-то принципу, более-менее. Ага. Применить к этому научный подход? Да, применим. Да? Да. Эксперимент до сих пор продолжается, там, они дружат между собой. Ага. Представьте, после этого они все проучились 7 лет, ну, 6 вместе. Ага. То есть вы раздробили, учитывая психологический тип? Да, учитывая, ну, на том своем уровне умея определять. Ага. Ну, понятно, приблизительно, хотя бы. Вот, потому что вопрос экспертной оценки у вас стоит, он всегда, как бы, вот, он есть. Ага. Ну, хочу сказать, что большая часть, просто потом, после, я некоторых людей имел возможность... А вы говорите, что психология, это типа не... тут же не физиология, тут была психология. Физиология? Да, физиология. А почему физиология, конечно? Это социометрия. Ну, социометрия, это физиология. Не, ну, вы знаете, как, на мой взгляд, это все-таки... Физиология занимается образом? Да. Анализирует образ? У него, да. Я думаю... Что значит, да, у него? Вы знаете... Тут же вопрос, что... Тут же есть образ, а есть нейроны. Области и нейроны, это разные вещи. Я согласен с нами. Вот эти самые социометрия, они образами занимаются, а про нейроны они вообще ничего не знают. И знать не хотят. Не-не-не-не. Нет, это не такая сложная ситуация в социометрии, что есть те, которые в Фейсбуке занимаются социометрией, а есть те, которые нормальные ученые, которые, собственно говоря, этим и занимались, и они занимаются нейронами. Ну, кто из них имеет направление в этом, ну, как бы образовывать себя? Да, они занимаются физиологическими коррелятами образов и психических явлений, которые описываются, диагностируются и дальше используются, в том числе социониками. Понимаете? Это разные вещи. Я понимаю вашу логическую связь, и я именно ее использую, когда говорю о том, что я устанавливаю физиологический тип, который эквивалентен соционическому. Я не говорю, что я устанавливаю санические типы, например. Ну, когда вы начинаете утверзать, что там эти самые... А вы знаете, вот это я хочу сказать, да, что вот этот рубеж и разграничение, которое стоит, оно искусственное. Оно очень искусственное. Почему? Потому что просто, вот если мы дальше в физиологию будем углубляться, и есть такое свойство реципрокности, да, то здесь работает так. Либо одна зона мозга работает, одни нейроны работают, и мы тогда говорим, что эта психология, она никакой связи не имеет с физиологией. А другая группа нейронов работает, и мы говорим, что это, значит, доказательства должны быть. Ведь это очень четко понятно. И эти зоны, они работают реципро окна. Это как если бы я сгибаю руку, то я здесь ее, да, удлиняю, и обратно. На физиологическом уровне все равно так и должно быть. Ну да. Но там есть вот этот... Психологический уровень. Да, да. Так, давайте не... Пусть ты расскажешь. Мой подход в этом, да, состоит, с одной стороны, я использую терминологию, вот ту, о которой вы говорите, собственно говоря, ну, отделяя одно от другого. С другой стороны, внутренне, я считаю, что это, ну, это искусственное разделение. И мы как раз и должны найти общность этого. И современная наука, она нам дает... Ну вот психофизиология, где мы занимаемся. Нам дает возможность это сделать. Так вот, эти параметры мира, в которых мы живем, и сами мы, мы не имеем функциональные системы в этих параметрах, которые обрабатывают информацию в этих параметрах. То есть, если есть время, то у нас будет функциональная система, которая определяет наши цели, наши действия во времени. Если есть функциональная система, если есть в мире существует вещество, то у нас самих есть функциональная система, которая задает наше устройство. Угу. 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 Эти вещи наиболее изучены, я только что, собственно говоря, о них говорил, о том, как работают наши нейроны, управляя нашим формой. Угу. Угу. И, собственно говоря, активируя ту или иную функциональную систему, мы можем увидеть данный организм, как он работает в данной функциональной системе. Если мы используем этот термин «информация», который, в общем-то, слабо разработанный, мало под собой чего имеет такого, чтобы можно было хорошо на него опираться… …с dwa. Умник — это в основном про информацию? Угу. Они используют эту терминологию, понимаете. Угу. Они используют эту терминологию. Умник. Угиваю. 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 Угивающее. 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 Так вот, собственно говоря, точно так же, как мы исследовали аффирентные поля, и функциональные системы, связанные с этими аффирентными полями, как если под ногами и во рту, это активность рефлексов антиграбетационных или выпрямление туловища, или, ну, если там пощекотать здесь, то, собственно говоря, чихательный рефлекс или там рвотный, бы исследовали конкретные эти, то, если мы будем исследовать, мы можем задать условия исследовать, собственно говоря, вот эти глобальные функциональные системы, которые, если их поисследовать в терминологии когнитивистики, можно назвать как раз вот этими когнитомами, а если в терминологии эксоционики, то это макроаспекты, так называемые. Понятно, что они сами являются такими глобальными функциональными системами, которые объединяются в организме функциональную систему и состоят сами из разных подсистем. И если мы можем в дальнейшее как бы дробить их и видеть, что эти наши функциональные системы создаются, ну, в какие-то временные промежутки, их много бывает, они совершенно разные. В чем отличие, в чем особенность, что, как бы, мы понимаем, что функциональные бот-системы, они более ситуативные и более локальные. И больше зависят от различных условий афферментации, обстановочных. Можно вопрос, а что здесь под функциональной системой вы понимаете? Какой-нибудь пример более конкретный можно подведет? В Ванухинском смысле? Конечно, в Ванухинском. Я именно эту, собственно говоря, схему использовал. И она до такой удивительности работоспособна, что если там выдерживать условия, которые там есть, ну, можно удивительные вещи в человеке видеть. Сейчас как раз и определял то, что интуиция времени или интуиция чего-то. Да, аспектами, информационными аспектами, да, то, что реально, да, что, что, что. Что вот вы, ну, это обозначение условно-говоря. Да, интуиция времени, интуиция возможностей. Ну, это то, как называют, да, это, что реально это сенсорное, какое-то поле было, сенсорный стимул, допустим, у нее какой-то появился и обработка его. И она спровоцировала здесь какую-то работу мышц. Потом вы перебираете все варианты. Вот эти, которые у там, у социоников они так называются, у кого-то другое, не важно, они к соционике, какая разница с соционикой или не соционика. Вы здесь перебираете такую-то модальность, такую-то, такую-то там, вот вы с числами, вот с этими. И оказывается, это удивительный факт. Это очень большое открытие. На самом деле, что на какие-то стимулы вдруг у нее мышцы работают одним образом, а на какие-то стимулы они работают другим образом. Да? На вербальные стимулы? На разные. То есть у кого-то, можно сказать, функциональная система активирована, может быть... То есть, чтобы идею понять, хочу. Смотрите, простой, это из современной физиологии, там, гендеристики, простой эксперимент о том, что вот исследовали нейрон, интероперационно можно было, иногда вот такие бывают и имя. Значит, у человека это имя знал и, значит, этого человека знал. То есть, будет имя, будет показан рисунок, будет, значит, ну, все, что связано там именно в этом имени, нарисованное это имя, фотография там этого, он сам личный там, ну, понятно. Один и тот же нейрон активируется при этом. Ну, то есть, это нам говорится просто о том, что одна и та функциональная система активируется при этом, да, то есть, ну, это просто доказательство, доказательство того, что вот если функциональная система существует, ну, что она может быть активирована разными способами, это раз, и второе, то, что она существует. Отличный результат, что она работает, но, смотри, вот вы из своей практики, из своей практики, не вот с конкретным испытуемым, у вас же огромное количество вот этих исследований, да, а расскажите, вот, какие, вот, или вы дальше будете об этом рассказать, да, вот, что есть люди, которые определенным образом реагируют на эти стимулы, предпочитая и давая определенные ответы, и игнорируя там, например, другие, и там, отдельно-сенсорные только сразу, как бы, дает какой-то у вас другой результат. Ну, это устойчивый результат у одних и тех же людей, которые... То есть такие и есть, и он повторяем, и такие и есть, да? То есть если мы это делаем в инвертизированных условиях, и те физиологические типы, которые... Все понятно, что такие и есть. И я беру те знания, которые есть в сенсорнике, и, собственно говоря, их использую уже за тем, для того, чтобы сказать... Некоторые, наоборот, на сенсорные, они реагируют, но реагируют на чего-то там, что вы их позволяете, вот, эмоциональную картинку, да? И они вам показывают какой-то вот значимый результат. Они не важны, каким способом я вызову, активирую эту функциональную систему, показав, задав вопрос на эту тему. То есть дальше, а вы поняли, что у него... Смотрите, что он на картинку почему-то, на вот эту эмоциональную картинку, он вам дает здесь вот результат, то есть он определенный тип для вас, да? А что вы дальше с этим делаете? Вот когда вы продиагностировали, что он вот такой? Да, но это и составляет, собственно говоря, дальнейшую работу, собственно говоря. Поэтому на основании той типологии, которая есть в сенсорнике, я могу... И ключевой, даже не сама типология, все-таки. А та модель, которая у Ашио Гастинучио-то есть, которая есть у Ермака, с вот этими четырьмя, значит, макроаспектами информации в сенсорнике, да? Ну, или с этими четырьмя параметрами мира, как обрабатывает, собственно говоря, наши нервы. Ну, и раз я знаю эту картинку, и я знаю, как работают соционники, это называется психические функции, да? Но если мы продолжим, то это, собственно говоря, что же функция? Это функциональные системы. И если мы... И они работают по этим параметрам. Я, собственно говоря, когда после того, как прочитал и поставил, что функция? Используется термин психическая функция. Соник. Я вместо психической функции просто подставил функциональные системы и попробовал это. Это был метод экспериментальный. Я просто попробовал, получится, нет, не получится. Казалось, получилось. То есть мы понимаем... Это у них по-разному, разные как бы функциональные системы. Ну, то есть то, что они этим называют, этим называют, в общем-то, за этим стоит реальная работа каких-то сетей нейронов. Правильно, я согласна. Абсолютно с вами согласен. Когнитонах, как их называют, теперь речи. Да, да, да. Потому что это речи потом не толще. Это же не могло вами вот этого... Абсолютно с вами. Абсолютно с вами. Абсолютно с вами. Абсолютно с вами заключается. Вот вы там своим способом определились соционический тип? Предположим. Ну, я определил физиологический тип. Ну, скажи, назвали там Пальзак или там еще... Ну, да. Хорошо, да. Ну, вы уйдите от этих социалистов, они вам мешают, вы без них спокойно обойдетесь. Можешь разрешить мне спросить, да? Ага. Сейчас. Коррелирование? Да. Так как бы у нас доклады в прошлом году на этом были. Просто не забыл. Смотрите, значит, вот Букалов с Карпенко, ну, в общем, школа вот как идет, мы специально у них по этому пообучались, именно технологии определения типа. И для этого и цели мы сделали таким образом. Я определял тип этим, вот так. У нас сходимость, во-первых, в случаях, понимаете, там иногда бывают затруднения, то есть, ну, вот как сейчас. Ну, не-не, я где-то и это. Тем методом определяешь, то есть выходишь на, ну, какой-то из этих параметров оказывается там узнанным, и то есть они взаимодополняющие, то есть когда один не срабатывает, другой. А вот это случай, когда мы не определились одним или другим способом, методом. То есть... Да. Можно я такой, не очень, вопрос так, не так умно, это самое, просто как физиолог. Вот вы установили какой-то тип, а какие-то рекомендации лично ей можно исходя из установленного типа дать? Ну, можно. Ну, смотрите, в чем хорошо, я могу не знать тип. Это уже другой разговор вообще. Ну, не знаю я какого... Не знаю я какого-то одного параметра. Ну и бог с ним, я о нем вообще не знаю, я не буду о нем говорить, но другие параметры я знаю. То есть по ним я могу дать рекомендации. В данном случае, то есть человеку необходима двигательная активность динамическая. То есть, если занимается йогой, то и в йоге дать движения какие-то. Хоть глазами пусть, но двигая чем-то. Это будет активировать ее функциональные системы. Ей надо считать математика в хорошем смысле этого слова. Экономика. Это развитие... Бизнеса. Вот как будет развиваться какая-то деятельность. На это хорошо сможете увидеть в любом случае. То есть, что она одни и типы, что другое. У вас установка-то в общем врача там помочь людям с реальными медицинскими проблемами, да? Да. Ну, и вы идете от того, что какая-то там функциональная система работает в тех или иных условиях. А условия-то вы берете часто, связанные с поведением и деятельностью, понимаете? А поведение и деятельность, вы их там так связываете, что одни виды... Это же стимуляция, система стимуляции. Одни виды стимуляции позитивно действуют на функциональную систему. И, слава Богу, она от этого только становится более совершенной и даже снимает чистую медицинскую проблему. Может, снять. А мне он снять. Другой вид деятельности, какой-то там особый. А другие виды деятельности, наоборот, они подавляют эту функциональную систему и усугубляют его физиологические проблемы, медицинские и так далее. И это вот ваша, так сказать, направленность вашей деятельности профессиональной. Очень важная, нужная, правильная, медицинская, значимая. Потому что это же дело здоровья людей. И вы должны понимать очень важную вещь, что вы, обращаясь к поведению и деятельности, автоматически, понимаете, попадаете не только в физиологию, но и в информационную всю эту аналию вместе с психикой. И получается, что у вас психосоматика, тот элемент, тот компонент деятельности и поведения, который управляет этим всем хозяйством, психический компонент, он действует на ваши эти функциональные системы разным образом, либо позитивно, либо негативно. И получается психосоматический эффект, понимаете, психологи сами, если они хотят поживиться результатами вашей работы, понимаете, они могут это сделать. Но надо с вами тогда вместе поработать и поконтачивать, чтобы понять, вот вы диагностируете состояние некоторой функциональной системы. Как она может быть связана с некоторыми качествами психики. Вот понимаете, вот эти вот корреля, если удается устанавливать, то это очень важная вещь. Это то, что по максимуму психологи-то и ждут от физиологов всегда, а больше их мало чего интересует. Их интересует объективный метод. Они обладают своими там субъективными методами выявления качеств, характеристик психических явлений и функционирования и развития психики конкретных людей. Это их проблемы. Но они прислушиваются и к физиологам, которые корреляцией нащупали, понимаете, между психическими свойствами и физиологией. И это идет испокон века, без всякой науки, просто из жизненной практики. Он покраснел, стыдно стало, понимаете? Чисто психологическая характеристика. Или побледнел, а-а-а, испугался, понимаете? А побледнел он или там покраснел, что у него там? Ну, плетизмограмма там, все эти сосудистые реакции соответствующие. Но психологи поэтому знают, что тут никуда не денешься. Мозги-то работают, когда психика работает, понимаете? И поэтому они слушают. Если физиолог им скажет, вот как вы правильно сказали, ну вот этот самый light detector там фактически это и делает. В какой-то мере, да, он улавливает эмоциональное состояние. Почему так активно к этому относятся? Это то, что, как правило, все нормальные психологи, особенно экспериментаторы, ждут от психофизиологов. Объективный метод. Кроме его там, своих методов, еще есть физиологические показатели тех или иных качеств психики, с которыми они связаны. И это очень ценно.